Ну пока Юрий Иванович идёт, Волков Леонид Михайлович, если в зале. Прошу, Леонид Михайлович. Единственный момент, Леонид Михайлович, напоминаю по регламенту и, соответственно, движемся дальше. Прошу. Добрый день, дорогие Екатеринбуржицы. На самом деле, всё очень просто, хотя говорилось много умных слов, но всё равно, в конечном счёте, мы сегодня говорим о том, сохраним мы право выбирать мэра города или нет. Настоящего мэра, естественно, а не английскую королеву, которая перерезает ленточки только по торжественным случаям. А право выбора — это такая штука, которую очень легко отдать и которую потом невозможно забрать назад. Нас этому учит вся история, ну, по крайней мере, XX века. Я один исторический пример приведу. Вот в 1933 году Адольф Гитлер выиграл выборы в Рейхстаге, и первое, что он сделал после этого, это отменил всяческие выборы. Это очень естественная политика. Самый простой способ удержать власть навсегда — избавиться от конкурентов. Вот Рокда точно так же пытается сделать только что пришедший к власти в Струбовской области Александр Мишаев. С одной только разницей. В одном он хуже Гитлера. Он сам никаких выборов не выиграл. А тем не менее, от выборов пытается избавиться. Сторонники поправок говорят... Это очень бросалось в глаза сегодня, в течение всего дня. Я понимаю, что все устали, но, наверное, все равно заметили. Дмитрий Михайлович, у вас там фонит, телефон сотовый, надо выбрать. Да, извини, трофон работать не даст. Сторонники выборов говорят от имени... Ну так, по низкой стороне просто. Сторонники выборов, сторонники поправок говорят от имени организации. Они предоставляют учительство, казачество, лесничество, все что угодно. Почему-то они реже решаются сказать просто от своего имени. Сторонники прямых выборов мэра, противники поправок, все-таки говорят от себя. Сторонники поправок не приводят серьезных аргументов, кроме двух, по сути дела. И о двух забывают. Они говорят о профессионализме. Но профессионализм это та вещь, которую в предвыборной кампании можно показать. Собственно говоря, предвыборная кампания это гарантия того, что мы не выберем никому неизвестного человека. Нет, Михайлович, там время заканчивается. Я вам добавлю чуток времени, но давайте уже к регламенту. Аркадий Михайлович Чернецкий, когда стал мэром города, он ни с подворот не вылез. Он был известен городу как директор одного из крупнейших городских предприятий. Видимо, в таком качестве доказал свой профессионализм и был выбран. Вот и все. Таким же образом мы выберем хорошего управленца и на следующих прямых выборах, когда Аркадий Михайлович уйдет. И что еще очень забавно, сторонники поправок пошли на все. Они облили грязью Чернецкого и его командового, рассказав о том, как все непрофессионально, как выборы фальсифицировались, как человек не может справиться с двумя функциями. Как они подсоциировали людей и так далее. Фиксируйте позицию, пожалуйста. Забавно, что никто из них не сказал, что сети-менеджерам будет еще хуже. Позиция очень простая. Против сети-менеджера за прямые выборы мэра. Если не для себя, если... Да, конечно, есть фальсификация, есть нарушение. Если нам не удастся избрать такого мэра, который бы нас устраивал, может, дети изберут, не знаю. И за то, чтобы не бояться. Здесь граждане Екатеринбурга, здесь свободные горожане. Все видели, наверное, вот эти видеозаписи. Четвертый канал вчера показывал. Ну, вот с инструктажей в районных администрациях. Они говорят, как учить, как голосовать. Говорят, что на карточках там будут фамилии писать и потом фотографировать. Но я вот не писал на своей карточке крупные буквы Мишан. Ну, да, например. Леонид Николаевич, я не могу выключать вам микрофон. Прошу зафиксировать позицию, закончить выступление и предоставить слово следующему миру. За прямые выборы мэра против всех поправок. Спасибо. Спасибо за позицию, Леонид Николаевич. Мы надеемся, что ваш телефон не пострадал. По срокам раньше у нас...